Добрый день, уважаемые пчеловоды Украины, не только Украины. Спасибо, что смотрите нас. Мы находимся в Канаде, в городе Монреаль, на международном конгрессии по пчеловодству, Апимонде 2019. Снимаем эксклюзивно видео для канала Ивана Фабро о состоянии нынешнего рынка пчеловодства мирового. Здесь вы сможете посмотреть массу интересных видео с этого конгресса. Шли по улице, увидели супермаркет канадский, решили зайти, стало интересно. И первое, на что мы наткнулись, это большие стеллажи-полки с биодобавками. И уже здесь мы видим мед. Компания Флора представляет 4 сорта меда в баночках по 250 грамм с какими-то витаминами, с какими-то добавками целебными, судя по всему. И цена очень приличная. За 250 грамм они просят 17,5, 25,5, 34, 30 и 48 канадских долларов. Я напоминаю, что 1 канадский доллар это 75 центов американских. Поэтому цена очень приличная. Но самое больше всего, что нас удивило и впечатлило, это огромные коробки с маточным молочком на нижней полке, на которых написано 1000 миллиграмм маточного молочка. И в этой коробке находятся такие стеклянные капсулы, на которых написано маточное молочко. Это, судя по всему, какая-то биодобавка, в состав которой входит маточное молочко. И стоит эта коробка 31 канадский доллар. Тоже очень прилично. Идем дальше. Дальше мы, конечно, нашли витрину с медом. Она большая. Вот она за мной как раз находится. Здесь различные производители канадские меда представлены. И весь мед в пластике здесь на этой витрине. Самые разные емкости, разные производители. Вот, например, компания Комплимент канадская. Один килограмм меда жидкого продает за 16 канадских долларов. Я напоминаю, один канадский доллар это 75 центов американских. Вот можете посчитать, какая цена. Вот. Весь мед жидкий. Скорее всего, грет или фильтрованный. Очень он какой-то чистый, идеальный. И вряд ли он недавно откачанный, чтобы еще стоять жидким. Ну, сомневаюсь. Хотя я могу ошибаться. Очень интересное решение, которое, кстати, нас удивило. И может прийти на помощь украинским пчеловодам в расширении рынка сбыта их меда. Это такие баночки, похожие на масло. То есть это прям с маслом можно перепутать. Вот. На котором нарисована булочка, которую обычно берут к чаю. На нее намазан мед. Выглядит это как будто намазано масло, но на нее намазан мед. Здесь в этой банке крем-мед. То есть этот продукт подается как фактически медовый десерт для различной выпечки. Классное решение. Мне кажется, очень сильно может увеличить и расширить рынок потребления меда в Украине в том числе. Дальше. Мед. Компании. Да, есть. Тоже интересное решение. Баночки с медом. С детским. Ну, как детским. Здесь обычный мед, просто баночки со специальными сосками, из которых крышками удобными. Его посасывать можно. Вот. То есть это такое детское решение с интересной мультяшной пчелой нарисованной на нем, чтобы детям было интересно употреблять мед. Ну, и что касается цен, также вот компания Labonte представляет мед 375 грамм, 6 канадских долларов один сорт, 8,5 канадских долларов второй сорт. Компания LEMEL предлагает 375 грамм за 7,5 долларов. Компания COMPLEMENT также 500 грамм за 5,5 долларов. BILI-BEE компания 7,69 долларов за 500 грамм. Вот. И... Ну, вот в основном так. Достаточно большой ассортимент меда. Вот. Но выглядит он попроще, так как в пластике. А рядом полочка находится с медом, который выглядит более дорого. Он в стекле. Вот. И здесь представлена компания BUNTE и MIEL DURBELI HONEY. Вот. Эти компании упаковывают тоже мед практически весь жидкий, за исключением вот этого светлого белого. Но это тоже крем-мед, который используется больше как десерт. Здесь цена меда, соответственно, за 1 килограмм 13,5 канадских долларов. И, кстати, крем-мед стоит точно так же, как обычный жидкий мед. И представлен сотовый мед в пластиковых судочках. Вот. Ну, такая же проблема, как у нас. Он частично вытекает, но это делает его не очень презентабельным. Здесь мед пока еще жидкий, но когда он садится, это совсем выглядит, скажем так, не очень. Вот. И то, что нас вообще сильно впечатлило и удивило, это отдельная витрина. Такая картонная, красивая, с различными медовыми леденцами, с разными вкусами. Цена которых 4,69 канадских доллара. Вот. И достаточно хорошим спросом здесь пользуются эти леденцы. То есть, мы явно увидели, что на канадском рынке есть масса продуктов, в которые добавляется мед. Культура потребления меда развита. И нам есть много чему научиться у канадцев в этом плане. Что, естественно, расширив культуру потребления меда, мы сможем развить украинское пчеловодство. И сделать нацию за счет потребления меда и продуктов пчеловодства более здоровой. Продолжение следует... Продолжение следует...